Спасибо. Благодарю за приглашение. Очень рад быть здесь в замечательный праздник Крещения Господня. Хотя, конечно, тема, которую сегодня предстоит нам с вами обсуждать, довольно мрачная. Но, тем не менее, она является неотъемлемой частью христианского богословия. И всегда, во все века, во все эпохи играла очень важную роль, что в странах католического, что в странах православного мира. Мы поговорим с вами об эсхатологии. Скажите, хорошо ли меня слышно? Сейчас все ли в порядке? Да, ни громко, ни тихо? Вот. Мы будем говорить с вами о представлениях о конце света, об апокалипсисе. Ну, совершенно понятно, что тематика эта безбрежна и огромна. Где одна лекция, а где конец света? Невозможно даже перечислить всех сюжетов. Будет не то, что писать их подробно. Поэтому, ну, наверное, поступим мы с вами таким образом. Немножечко к такой конвой, я намечу, постараюсь, такие ключевые точки, связанные с эсхатологической мыслью, скажем так, на Руси в целом. Ну, начавских тазов таких базовых, да, христианских. Напомню, вот такие базовые представления. А потом перейдем к русским материалам, поговорим, какие вот эти представления играли роль в контексте русской истории. Понятно, что на некоторых сюжетах, ясно, чуть поподробнее, так сказать, задержусь, некоторые только бегло упомяну. Ну, и некоторые представления нам это позволят получить. А в конце, наверное, все-таки я немножечко поговорю о 20-21 веках. Хотя я совсем не специалист в, скажем так, богословской мысли 20 века, которая была довольно интересной, богатой и насыщенной. Вот, и, конечно, именно вокруг множества таких интересных представлений, связанных с христианской, богословской мыслью 20 века, связана выставка, в рамках которой эта лекция проходит. Вот, но я, чтобы дополнить немножечко вот такое вот, скажем, ну, высокое, что ли, богословие 20 века, поговорю в конце о низком богословии, о народном, о тех представлениях мотива, которые в 20 и до сих пор в 21 веке распространены среди простых людей, до сих пор являются актуальными и по-своему дополняют вот эту высокую богословскую мысль. Ну, вот, пожалуй, по такому плану мы с вами пройдемся. И давайте начнем с некоторых, ну, совершенно базовых представлений. Например, о том, что у нас с вами не работает пульт. Надо справиться как-то с этим базовым. А, вот, все, он заработал. Спасибо, отлично. Вот, и мы с вами видим, что представления о, скажем так, конце света, о сценарии конца, они связаны, ну, понятно, с тем текстом, который, что приходит в голову первое, да, с тем текстом, который получил название «Апокалипсис». Ну, на самом деле, это один из множества текстов, связанных с сценариями будущего конца. Единственный текст, который, авторство которого было признано, как бы, принадлежащим Иоанну Богослову, апостолу. И в 1419 году в Карфагене этот апокалипсис, один из многих, был включен в канонический Новый Завет, откровение Иоанна Богослова. Или тот апокалипсис, который мы, собственно, с большой буквы пишем, говорим, называем и имеем в виду именно исключительно его, хотя были и другие, вот, не ставшие каноническими. Значит, понятно, что в нем подробнее всего рассказано о том, что ждет человечество в конце времен. Но текст этот не первый, разумеется. Самый первый рассказ о том, что будет на закате человеческой истории, содержится в Евангелии. И это называют порой малым апокалипсисом. Именно это откровение Христа на Елеонской или Масленичной горе, которое входит в три синоптических Евангелия. Матфея, Марка и Луки. Там сам Христос, говоря о своем втором пришествии, дает ученикам краткий сценарий будущих бедствий, которые предзнаменуют его второе пришествие. Да, что ожидается в конце времен, говорит Христос. «Страшные беды». Евангелие будет проповедано во всем мире. Это важный знак конца времен. И о нем потом будут размышлять мыслители средних веков и нового времени, проповедано ли уже Евангелие по всему миру или нет. То, что оно, например, еще не везде проповедано, для многих было важным аргументом, что не стоит ждать конца света в ближайшее время. Ведь сам Христос говорил, что это должно произойти. Вот, значит, далее начнутся явления лже-пророков, лже-христов, которые будут выдавать себя за Мессию, за Христа, и им не нужно верить. Дальше будут страшные бедствия. Настолько страшные, что если бы Господь не умолил тех дней, то никто бы не спасся. Верные бегут, спасаясь, да, вот. Но затем немногие верные будут спасены, и потому что явление Господне будет как молния. Никакой уже лже-христос, лже-пророк не обманет. Верные узрят явление Сына Господня на небе во славе Его. Вот это очень краткий сценарий, который потом без конца будет разрабатываться теологами средних веков. Он получил гораздо более подробное описание именно в Откровении Иоанна Богослова, где мы встречаем с вами уже подробнейший рассказ о том, что будет происходить. Там все усложняется, как мы с вами хорошо представляем. Я думаю, все-таки содержание по Откровению Иоанна Богослова многие представляют. Там рассказано и о бедствиях, о снятии семи печати, о семи ангельских трубах. Каждое из этих событий знаменует некоторые события катастрофические, мирового масштаба. Явление монстров, которое будет происходить одно за другим. Ангел Бездны Авадон явится, чудовищная саранча Прузи поразит людей. Четыре всадника Апокалипсиса явятся. И последнее имя ему смерть, и ад следовал за ним. Страшнейшие бедствия. Далее, тремя главными монстрами последних времен, по Откровению Иоанна Богослова, окажется дьявол, который передаст свою силу Антихристу, который воцарится и будет править, и будет ставить печати на чело людей. И лжепророк, который будет проповедовать, что этот Антихрист и есть истинный Христос, и есть истинный Мессия, и есть истинный правитель. Дальше дьявол будет пленен, на тысячу лет скован. Тысячелетнее царство праведников наступит, но когда оно закончится, будет освобожден дьявол. Народы загадочные и страшные Гога и Магога выйдут и поразят город праведных. Будет последняя битва, Эрмагеддон, и окончательное поражение силы зла, которое знаменует уже не только низвержение в гиену огненную Антихриста и лжепророка, но и вечное поражение дьявола и смерти. Смерть упразднится, и человечество будет разделено окончательно на праведных, спасенных и грешных, на козлищ погибших и праведных. И, соответственно, грешники будут вечно мучиться в огне гиены вместе с дьяволом и бесами, а праведники уже обретут вечное царствие небесное с Господом. Значит, вот эти представления, они, конечно, заключали в себе очень много неоднозначных и таких вот, знаете, противоречивых для будущих трактователей, да, вот интерпретаторов, богослов, мотивов. Ну, например, кто такой Антихрист? Вроде как это некоторый монстр, потому что он явится из моря, он будет выглядеть страшным, да, его описывали, изображали, как пятнистого зверя с семью главами, с десятью рогами, унизанными диаделами. О генеалогии этого образа отдельно можно говорить вообще об Антихристе, можно много чего читать и лекции рассказывать, но это сегодня вынесем до скобки. То есть, некий монстр, да, совершенно чудовищный монстр, но с другой стороны, что этот чудовищный монстр сделает? Он воцарится, он выдает себя за Христа, прельстит людей, ему будут поклоняться, ему будут служить. Это как же монстр с семью головами и десятью рогами может выдать себя за Христа? Довольно странно, то есть, получается, что он будет обманывать, он будет прельщать, он будет преображаться, да, то есть, это персонаж, который сочетает в себе изначально дьявольское, монструозное и при этом обольстительное, дьявольское обольстительное, да, каким-то вот способом он это все будет сочетать. Поэтому и будущие интерпретаторы, и богословы, и самые разные авторы средних веков, и художники изображали дьявола постоянно, в смысле, не дьявола, а сына дьявола, антихеста постоянно вот как бы колеблись между двумя полюсами. В некоторых описаниях это оказывалось монстр, монстр, чудовище, ужасное, а в других это оказывался прекраснейший человек, который будет столь прекрасен, что все, кто его будут слышать или видеть, будут ему поклоняться и так далее. В некоторых описаниях, там как введение Песеда Даниила, например, предпринималась попытка сочетать обе модели. Там будет рассказано, что в начале, в первый год правления он будет выглядеть как прекрасный царь, а затем его облик постепенно будет трансформироваться. У него начинают, значит, появятся разные глаза, железные когти, там стальные щеки и прочее. То есть такое, он будет потихоньку преображаться в монстр, да? Вот. Были и такие попытки, да, совместить одно и другое воедино в одном тексте. Вот. Ну, кроме того, очень интересную проблему для будущих интерпретаторов и богословов представляла, какая проблема? Кто такой этот Антихрист? Вот главный персонаж апокалипсиса, который на некоторое время прелестит людей, заставит их поклоняться сатане и так далее. Кто он? Сын погибели, его называют, сын дьявола, да? Ну, большинство богословов понимало это таким образом, что это будет некий человек, рожденный от женщины, он произойдет от колена Дана, вот это одно из 12 колен Израилевых, которое вот так вот было известно в средние века, вот таким вот демоническим мотивом, что от него произойдет враг последних лет, да? Он просто примет в себя всю злобу дьявола в какой-то момент, да? И окажется таким проводником дьявольской воли, то есть человек. Эта позиция торжествовала. Вот мы ее встретим с вами в большинстве текстов, когда будем обращаться к ним и читать что-то такое, связанное с образом Антихриста. Но были и другие трактовки. Например, неизвестный нам автор, скрывавшийся под именем Ипполита Римского в тексте о конце света, о скончании мира и об Антихристе, который был популярным на Руси, предполагал, что никакого не будет человека Антихриста, а это будет сам дьявол. Он просто мечтательный сосуд, то есть призрачный образ создаст человека, правителя, подобного Христу, придет, явится и всех обольстит. То есть Антихрист это просто иллюзорная маска сатаны. Вот была такая еще версия. Значит, ну и наконец, пожалуй, самая такая редкая, маргинальная, но при этом очень интересная точка зрения, которую я встретил в средневековых текстах. Ее мы можем обнаружить с вами в очень популярном на Руси житии Андрея Юродивого или Андрея Константинопольского. Пожалуй, самый популярный юродивый из, по крайней мере, византийских на Руси. Его жития в сотнях списках существовала. И вот там тоже рассказана одна версия о том, кем будет Антихрист. там сказано, что дьявол-то, конечно, не может никакую плоть создать. Он не может сына себе не породить, не создать, потому что зло не может творить, не может создавать материю, не может изменять материю. Так как откуда же возьмется Антихрист живой, воплоти? Ну и вот создатель жития Андрея Юродивого предположил, что его сам Господь создал. Бог создал Антихриста и до поры до времени посадил его в преисподнюю ждать своего часа. А когда настанет событие последних дней, Господь выпустит его из ада, созданного им самим Богом Антихриста, и тот начнет действовать силой дьявола. Ну и потом будет поражен Господом. То есть вот такая интересная версия. В этой версии, пожалуй, ярче всего отражается представление о бессилии сатаны, который не может повеливать материи, не может оказывать на нее влияние. Но это все-таки точка зрения маргинальная. Конечно, до такой степени она была редкостной, что больше ни в одном тексте меня не встретилось, кроме как в Житендере Юродиова. Ну, правда, это, повторюсь, было популярнейшее, так что знали-то эту точку зрения многие на Руси, относительно многие книжники. Вот. Вот такие интересные клубки противоречий были связаны даже вот с всего лишь одним персонажем. Вот. Но это отдельная тема, конечно. Да, еще сказано, что будет править Антихрист время, времен и полвремени. Такая вот загадочная фраза, которая из Ветхого Завета переходит в Новый Завет, и как-то нужно было ее истолковывать. Сколько же времени будет править Антихрист? Толкователи христианские расшифровали эти слова время, времен и полвремени как три с половиной года. То есть, вот это тот земной срок, когда он себя объявит, воцарится, будет править такой царь-тиран, а потом уже начнется Армагеддон и будет он поражен Господом. Тоже очень важная цифра, такая вот символическая три года, три с половиной года, которая повторялась в разных текстах. Вот. Но это не все. Это совсем не все. Это лишь половинка медалей. Вот все, что я сейчас очертил, обрисовал, эти вот очень важные и постоянно повторявшиеся, муссировавшиеся в средневековых текстах и в текстах нового времени мотивы, они дополнялись другими важнейшими мотивами, которые, ну, скажем так, очень четко прослеживаются, они перешли в христианство из египетской культуры, из греческой культуры, из ближневосточных культур, то есть у них очень сильный очевидный такой генезис дохристианский, а именно представление о посмертном индивидуальном суде от каждого умершего, немедленном суде. В христианстве эти представления очень быстро утвердились, были адаптированы, усвоены и дополнили представление о великой эсхатологии, скажем так, индивидуальной или малой эсхатологии, то есть предварительным судом над каждой душой каждого умирающего человека. Какие образы были заимствованы из египетской мифологии, из разных дохристианских? Во-первых, это образ лестницы или моста очень часто на тот свет, через который нужно перейти умершему, и этот мост является испытанием, если человек слишком тяжел, если у него слишком много грехов, если его отягчают какие-то земные негодные совершенные им деяния, он низвернется, упадет, утонет, переход через реку, через огненную реку, через обычную реку, это очень известный такой кросс-культурный мифологический мотив. Потом пришел в христианство в том числе, переправу через реку по мосту или по лестнице и так далее. Дальше, еще известнейший в египетской мифологии мотив взвешивания каждой души на весах. Что перевесит, добродетели или грехи, это зависит, от этого зависит посмертная участь человека. Тоже этот мотив перешел в христианскую культуру и тоже без конца начал повторяться в христианских текстах. Ну и, собственно говоря, испытания, подобные судебным, где есть адвокаты и прокуроры, обвинители и защитники, и каждую душу они после смерти обсуждают, и если возобладает позиция обвинителя, то душа отправляется в место мучений, и напротив того она может быть спасена, если ее оправдают. Вот некоторые христиане, христианские теологи были противниками представлению о малом суде. Сказано, что в Евангелии что будет великий страшный суд, второе пришествие, разделение на Овец, на Штагнцев и Козлищ, какой посмертный суд, да, и была такая предконцепция, что все души умерших, они спят и не имеют ни награды, ни воздаяния до страшного суда. Но позиция эта оказалась маргинальной, совершенно не утвердилась и очень быстро проиграла концепции двухчастного, двухтактного суда. Сначала малый суд над каждой душой, потом великий над всем человечеством. Почему так произошло? Во-первых, в самом Евангелии есть непосредственная подсказка о том, что каждый примет либо награду либо воздание непосредственно после смерти. Какой это сюжет, связанный с таким немедленным разделением душ. Это, конечно, известнейшая притча о богаче и Лазаре. Нищий Лазарь умер на пороге немилостивого богача, вскоре умер богач, и что же? Богач оказался в месте мучений, а Лазаря он увидел в лоне Афрамов на небесах. То есть нет еще второго пришествия, нет еще страшного суда, а уже есть четкое разделение место мучения и место блаженства. Вот. Ну, это было одним из важнейших аргументов, как бы, доказывающих, что есть такой первый суд, а потом уже будет второй всеобщий. Эта малая эсхатология сыграла огромную роль в культуре христианской, громадную роль. В русской культуре в том числе, вот мы сейчас с вами увидим, да? Почему? Ну, во-первых, она оказалась непосредственно связана с культом святых. Во-вторых, она оказалась непосредственно связана с похоронно-погребальными традициями. И в-третьих, она оказалась связана с экономикой спасения и с инфраструктурой средневекового общества. Ну, начнем по порядку. Значит, что же получается? Как происходит этот суд? Сначала все это в виде различных мотивов существовало в литературе христианской на востоке и на западе, потом начало обретать какие-то более такие вот, знаете, как бы сказать, отлившиеся и четкие формы. На востоке христианского мира это отлилось в представление о мытарствах посмертных, да? Вполне себе такие известные представления, которые самое яркое выражение получили в X веке в житии Василия Нового, где два видения, да? Видение ученика его Григория о конце света и о страшном суде и хождение по мытарствам Феодоры, ученицы того же Василия Нового, да? То есть прямо вот рассказано, как каждая душа будет судима и как все души в конце времен будут судимы. Раз, два. Два видения, заключающие очень популярное житие. Причем эти два видения не существовали в виде отдельных текстов. Их прямо вот отдельно читали «Видение Григория и хождение Феодоры». Значит, Феодора описывает, как известно, что когда она умирала, ей явилась страшная смерть, исторгла с великой скорбью и мучениями ее душу из тела, потом душу приняли два ангела и повели ее по небесным мытарствам. То есть душа должна подняться через воздух к престолу Господню, поклониться Господу. Но чтобы дойти до престола Господня, она должна пройти двадцать одну станцию на воздухе. Станцию мытарства. Мытарство — это налоги, то есть налоговую станцию, где бесы, завидующие разными грехами на каждой станции своим грехом, они пытаются, условно говоря, взять налог с этой души за ее земные дела, за ее земные греховные удовольствия. Поэтому это мытарство, там, чего угодья, там, винопитие, там, и так далее, и так далее. Сребролюбие — двадцать один грех. Два ангела ведут душу, бесы пытаются обвинить ее. Вот ты вспоминаешь и делал то-то, то-то, то-то. Естественно, если человек каялся и исповедовался при жизни, то эти грехи смыты, бесы бессильны, душа идет дальше. Но если что-то не смыто, какой-то грех с души, тогда бесы получают над ней власть и могут ее взбросить в преисподнюю. Она не дойдет до престола Господня, а уже сразу окажется в месте мучений. Вот примерно так происходило с душой Феодоры, но ее отмолил, собственно, почему это хождение входит как одно из чудес в житие Василия Нового, потому что Василия Новый ее спас от демонов, которые, в общем-то, законно имели на нее право. Не все грехи она исповедовала, но он ее откупил. И она прошла все 21 этажства. Тут сразу должен сделать паузу и задать мой любимый вопрос. Если кто-то его знает, то не спешите сразу отвечать, потому что он на логику, на самом деле. Он на такую очень хорошую земную логику. По житию Василия Нового один бес, главный, на одном из мытарств хвалится, что его мытарство поставляет преисподнюю больше душ, чем все остальные вместе взятые. Абсолютно большинство душ, которые не проходят мытарство, и оказывается, преисподние, это с его станции. Он всех заворачивает. И вот здесь вопрос, какое это мытарство, какой бес мог так хвалиться, да. почему похоть? Вот, вот, вот. Я поэтому и попросил, если вы меня слышали, не говорить сразу. Ну ладно, загадка не удалась. Значит, это блудное мытарство, связанное с одним очень простым явлением. Дело в том, что тут можно догадаться. Ну давайте, уже подсказка есть, а теперь как вы думаете, кто не слышал это от меня? Почему именно блудное мытарство с таким поставщиком? Почему ничего угодно? Почему не пьянство? Тоже страсти, понимаете? Далеко не все блудники. И пьяниц не меньше. А если три собутыльника? Нет, не получится по количеству погибших душ. Да. Дело в том, что, смотрите, вопрос хороший. Я бы ответил на него более широко в средняковом контексте. К блудным делам относились и помыслы, и взгляды, и мысли, и огромное количество, скажем так, таких вещей, которые сегодня мы даже к этому бы не отнесли. Например, во многих поучениях и в исповедных вопросниках древнерусских к блудным мытарствам относилось спанье без одежды, спанье без пояса, кстати, расплетение кос при мужчине. То есть, ну, самые разные вещи, которые нам вообще сегодня далеки. То есть, это действительно сфера табуированная очень сильно была в средние века. Вот. Но все-таки не в этом. Не в этом логика того беса, который хвастается. Да. Ох, ну, чего угодят тоже тогда по естеству есть-то надо. Нет, нет, все немножечко хитрее. Ну, ладно. Смотрите, я могу последнюю подсказку сделать и перейти уже к объяснению. На самом деле, это очень хорошо показать бесовскую логику. Вот. А бесовская логика в данном случае отражает христианскую. Значит, сколько бы мы не грешили тем или другим, у каждого свои любимые, к сожалению, есть грехи, конечно, в жизни, мы от них можем спастись. И бесы будут бессильны. И пути спасения дарованы Господом. Да, это исповедь, это причастие, покаяние. И все. Никакой бес тебя не возьмет, если ты все это сделал. Так в чем же преимущество блубного беса? Первородный грех, как известно из христианской теологии, смыт Христом. В том-то и дело. Крещение смывает его с каждого младенца. Мы рождаемся с первым грехом, но крещение святое его смывает. И дальше мы уже виноваты только в личных наших грехах. Вот в чем дело. В этом путь спасения христианский, да? Ну ладно, подсказываю. Дело в том, что если любой грех можно смыть исповедью и раскаянием, то блубный бес получает принципиальное преимущество в том, что людям на исповеди стыдно об этом рассказывать. Они стыдятся рассказывать священнику, что они делали. Понимаете, в чем штука? И из-за этого банального человеческого стыда не договаривают. И вот тут-то бес их хватает. Говорит, вот все ты рассказал, как ты там объедался, как упивался, все священнику сказал. А вот об этом-то ты не утаил? Ведь не договорил, как ты там что-то делал действительно совершенно мерзкое, похабное. Все. И вот на этом он ловит. Понимаете, очень интересная, очень красивая логика. Она показывает силу покаяния и то, что как бы смущение или там робость или что-то еще, но все-таки ты говоришь священнику, не напрямую Господу, и тебе стыдно. А тем в первые века христианства вообще проповедь, в смысле исповедь-то была громкая, не тайная, да? И понятно, что чем более такой скверный, такой блудодейственный грех, тем тебе стыднее, тем более, если он связан с какими-то окружающими тебя людьми, стыдно такое говорить, невозможно. И вот, пожалуйста, из-за этого блудный бес говорит, что абсолютно большинство людей осуждены за блуд. Вот. Значит, такие интересные есть вещи, но как бы если душа прошла, она ждет страшного суда в благом месте, если не прошла, то уже в месте мучений ждет страшного суда. И здесь возникают сейчас очень интересные еще нюансы. Нюанс первый. Не все души проходят мотарство. Есть три сценария посмертного суда. Значит, от посмертных мотарств избавлены кто? Великие праведники. Святые. Они умирают, и уже демоны не могут даже приблизиться к их смертному одру. Ангелы их возносят прямо на небеса. Отсюда культ святых, отсюда представление, что великий праведник уже сейчас на небесах и может помогать нам по молитвам. Тут даже не до испытаний. Бесы от него бегут. И именно то, что он при жизни получил власть над демонами, а это, кстати, очень важное представление средневекового жития, что святой на пути к святости, простите за татологию, он, преодолевая множество искушений, получает власть над бесами. Как, собственно, Христос исповедовал ученикам. И понятно, что после смерти от его души просто бегут демоны. Это первое. Второе. От мытарств избавленных кто? Антагонисты великих святых. Великие грешники. Тут ангелы, как раз хранители, даже не могут их взять на руки и повезти куда-нибудь, потому что бесы сразу же их хватают и в преисподнюю отправляют. Моментально. И таких историй немало. И вот то, что есть такие два больших исключения, это определяет очень многие средневековые рассказы и тексты о смерти грешников и праведников. Целая такая топика, целое множество-множество устойчивых мотивов в средневековых текстах и потом, естественно, в текстах нового, новейшего времени вы найдете. Что, например, происходит с праведником, со святым, когда он умирает? на его теле проявляются знаки. Вообще, момент смерти чрезвычайно семиотизирован в культурах и в христианстве в том числе. Смотрят на обстоятельства умирания, смерти и посмертия и всякие события, окружающие эту череду событий и связанные с телом человека семиотизируют, то есть считывают как знаки, которые отражают незримое простым людям путешествие души на том мире. Вот по знакам с его телом или вокруг него можно понять, кто возобладал, ангелы или бесы. Где сейчас человек? В месте мучения или вместе благом? Вот что происходит с телами праведников. Я думаю, опять же, многие из вас вспомнят по каким-нибудь примерам. Самое яркое и очевидное, что происходит с телом праведника. Оно зачастую оказывается нетленным, но это не сразу заметно, это заметно как будто потом, когда тело обретают, и когда мощи обретают, вскрывают, и свидетельствуют. Да. А вот в момент после кончины очень часто, если вы посмотрите разные жития святых, вы увидите, что оно начинает, во-первых, светиться, во-вторых, благоухать. Почему эти два момента столь важны? Потом то же самое происходит с мощами нетленными зачастую, когда их вскрывают и благоухание распространяется по храму и так далее. Почему? Потому что его душа уже на небесах, она уже в раю. И эти знаки пока душа связана с телом. Представление древнее, дохристианское, тоже в христианстве сохраняющееся, что что с душой, то и с телом происходит на земле. Раз душа уже в раю с Господом, то она сияет, как в раю все сияет, и благоухает, как благоухает все в раю. И напротив, если умерший начинает чернеть, вонять, чудовищно искажаться, совершенно очевидно, что душа его уже находится в преисподней. И тело отражает все это. Отсюда замечательное описание смерти грешников разных. В русской культуре самым ярким примером, конечно, оказалось сочинение, которое написал царь Алексей Михайлович. Романов, второй из Романовых, воцарившийся, правившийся в середине 17-го столетия. Он, ко всему прочему, был еще хорошим таким автором, с хорошим слогом. Вот. И он написал такую повесть о представлении патриарха Иосифа, в которой он очень интересно так вот уже в таком барочном варианте поиграл с мыслами. По форме в сочинении совершенно такое панигирик, прославляет отца нашего, скорбь об ушедшем. А по сути, там, вот кто не читал, советую его посмотреть, почитать, там описано, что происходило с телом и вообще с самим патриархом умирающим. То есть совершенно очевидно, что Алексей Михайлович царь его выставил архигрешником, абсолютно чудовищным грешником, который принял страшную кайру, казнь и так далее. Вот нелюбил патриархом, вообще, как это будет казалось, нелюбимым патриархом. И Алексей Михайлович очень ждал, что Никон его место займет, что и произошло. Вот. И там прямо рассказано, что когда умирал, организировал патриарх Иосиф, он вдруг начал смотреть, какое-то видение видеть. И вдруг начал кричать, сжаться в стену, закрываться рукой, походило на то, что кого-то бьют, а кого бьют, тот закрывается. Ну, понятно, совершенно очевидно, что бесы-ангелы, посмертный суд, и сразу же бесы возгладали. Да, то есть ангелы приграли. Грешник. После чего он умер, лицо его распухло, почернело, лопнуло, из него пошел нежит, нежит гной. Вонь пошла такая, что Ладан ее не мог перебить, все от страха разбежались, похоронили его в закрытом гробу, даже звонить в колокола забыли от страху, такой была вонь, такой был кошмар. Ох, бедный патриарх, отец у нас государь, заканчивает все это очень благочестивыми воздыханиями. Царь, но понятно, что такими описаниями он просто его отправил в преисподнюю гиенну. Опять же, мы ничего не можем сказать, как на самом деле умирал патриарх Иосиф, но вот это описание представляет его как законченным грешником. Именно исходя из того, что малая эсхатология вот уже произошла, малый суд уже произошел, он уже преисподний, да, получается, по мнению автора текста. Вот, но большинство людей все-таки проходит мотарство. Ну, и вот то, что большинство простых людей проходит мотарство и уже после смерти распределены между местом мучения предварительным и местом воздаяния предварительным, а потом страшный суд окончательно уже всех распределит, оно создает то, что называется экономика спасения. Что это значит? В чем суть этого двухтактного суда? В том, что пока не наступил второй суд, великий и страшный, души людей, которые оказались в аду, в преисподней или в преддверии преисподней, это по-разному описывали, не суть важно, их еще можно отмолить. Ну, если это не страшные грешники, конечно, можно отмолить. А следовательно, как это можно делать? Конечно, делами милосердия, конечно, молитвой родственников, но все больше с течением веков как бы аргументацию получает идея, что самая действенная молитва, чья? Монашеская церковь и, конечно, монахи, монастыри. И отсюда распространяется что в Европе, что потом на Руси, огромный поминальный культ с богатейшими вкладами земель, крестьян зависимых, денег, сел и так далее в монастыри за упокой души. Люди такое делают как бы в завещании, сами подозревая, что не все они могут исповедовать, и не все им будет прощено, и у них немалые шансы оказаться, не пройти мытарство, они сразу в завещании отписывают часть своего имущества, там, богатые люди, напомин души. Богатые могут как бы отписать, ну, если там целое село, там, или несколько сел, пока монастырь стоит вплоть до страшного суда, чтобы пели, значит, и отмаливали душу. Вот, зависит от уменьших родственников и так далее. И с течением лет монастыри превращаются в крупнейших землевладельцев, что потом станет проблемой для русской государства, для русской государственности. В 18 веке закончится эта история с гигантскими территориальными владениями монастырей, секуляризацией церковных земель при Екатерине Великой в середине 18 века. Вот, то есть просто отобрали эти земли, под которые веками собирались у монастырей, чтобы отмаливать души. Вот, но это отдельная интересная история, в самом деле. Вот, то есть посмертный суд и страшный суд, они непосредственно взаимосвязаны. Теснейшим образом взаимосвязаны. И в некотором роде суд творится прямо сейчас, каждую минуту, каждую секунду вокруг нас. Везде умирают люди и везде творится суд. Предваряющий и страшный суд. А скоро, никто не знает, когда, но очень скоро, когда-то произойдет окончательный. Вот, когда же произойдет окончательный и великий суд? Ну, собственно говоря, никто не знает, как об этом непосредственно сказано в Священном Писании. С одной стороны, Христос, казалось бы, говорит, что есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерть и увидят сыном человеческого грядущего в царстве и своем. Вот такие вот фразы, такие мысли, мотивы евангельские, они поделили остроту и скатологических ожиданий в первые века христианства. Но постепенно, когда не происходило второго пришествия, стали задумываться, когда же, обращать больше внимания на другие фразы, одни и том, и отчасти, никто не знает, да, ни ангела небесный, только отец мой единый, придет как тать, то есть как вор в ночи, внезапно, когда никто не готов, и богословы начали говорить о том, что страшный суд, ну, действительно будет, возможно, очень скоро, вот, но мы не должны об этом гадать. Говорили об этом богословы и в то же самое время все средние века только и делали, что гадали, когда же это произойдет. Очень хотелось рассчитать и знать точно наверняка. И поэтому, конечно, культура средневековья, средневековая книжность, она очень, как бы это сказать, эсхатологоцентрична, отчасти. Вот возьмем, например, русское летописание. Там постоянно очень такое пристальное внимание к знаменям на небесах, на земле, к бедствиям, к тому, как потряслась земля, как затмилась, сметилась. Не от того, чтобы там они были астрономы-любители или там, не знаю, интересовались движениями тектонических плит, а от того, что во всем этом могло как бы выражаться наступление конца времен. Какие вот явления подмечали, семиотизировали, означивали и видели в них знаки будущего конца? Ну вот, во-первых, те самые астрономические природные явления. Там трус на земле, то есть, потряслась земля землетрясения. Там засуха, там саранча налетела, не та лета саранча апокалиптическая, не первые легионы ее и так далее. То есть, в любом таком вот экстраординарном знамени на небе или на земле могли усматривать знаки возможного грядущего конца. Конечно, нашествие языков, то есть, народов. Вспоминая нашествие Гога и Магога, тоже видели как один из возможных знаков конца и войны с этим связаны. Потому что, опять же, говорится в Новом Завете о том, что будут войны и когда являются какие-то народы, там вот ярчайший, естественно, пример на Руси это татаро-монгольское завоевание, о котором летописцы говорят, что неведомо кто, неведомо откуда пришли, всех завоевали. Понятно, что был некоторый триггер для тоже эсоциологических размышлений. Правители-грешники, вспоминая фигуру Антихриста, которая бы царицей прелестит, средняковые книжники в ярких грешниках, воцарившихся где-то на престоле, или там как бы захвативших власть в церкви или чаще в государстве, что на Западе, что на Востоке христианского мира, угадывали Антихриста. Либо предтечи Антихриста называли таких грешников, либо прямо иногда начинали говорить о ней, не истинный ли это сейчас Антихрист, да, будет, не из колена Леон Данова, да. В русской истории тоже такое произошло в определенный период, когда некого правителя прямо-таки начали называть Антихристом и видеть в нем Антихриста. Сначала одного, потом другого, ну, чуть позже об этом тоже поговорим немножко. Осквернение святынь и общецерковные расколы тоже один из очень важных триггеров, который запускает цепь рассуждения о скором апокалипсисе. Потому что, среди прочего, что должно произойти, как говорится в проповеди на Леонской горе, мерзость запустения встанет на месте святого. Об этом интереснейшем мотиве я могу отдельно пол лекции рассказать. Его по-всякому интерпретировали средневеково-богослово, но бог с ним. Важно, что, как бы вы не понимали, мерзость запустения это нечто мерзкое и пустое на святом месте. То есть будет некое разорение святыни. Поэтому, когда что-то подобное происходило в реальности, разорение храмов, сразу же это вызывало подозрения, не наступая для последних времен. Но, пожалуй, самым ярким триггером для средневеково-книжников были хронологические расчеты. Знаки знаками, знамения знамениями. Но высчитать точно, когда произойдет конец света, представлялось довольно-таки соблазнительной перспективой. И точно знать. Такие попытки были. Но вот в Европе предположительно около 2000 года это ждали. Хотя сначала была как бы такая общая распространенность среди историков концепции, что в 2000 году вся Европа прожила конец света, потом ее оспорили. На самом деле нет таких свидетельств, что там массово все ждали конца света. И тем не менее были некоторые подвижки на рубеже как раз первого-второго тысячелетия, когда происходила клюнийская реформа, как раз-таки и проповедническая, и поминальная практика развивалась, когда начался рассвет визуальной демонологии. То есть некоторые события в культуре, связанные непосредственно с сектологией, в эту эпоху такие происходили. Но ближе к российской истории у нас это произошло гораздо позже. Первый раз, когда на Руси высчитали конец света, значит, это было в 15-м столетии. Дело в том, что, как известно, на Руси считали годы не от Рождества Христова, а от сотворения мира. А это, в свою очередь, высчитывали по-разному. И на Руси была принята так называемая Константинопольская эра, заимствованная, как понятно, из Византии, по которой получалось, исходя из хронологических расчетов жизни ветхозаветных патриархов, которые по-разному рассчитывали, кстати, в Европе, византийские авторы, ну, неважно. Получалось, что мир был создан точно в 5508 году до Рождества Христова. Если мы отталкиваемся от современного представления о Рождестве Христове. Так вот, 5508 лет назад до Новой Эры был мир создан. Следовательно, в 1492 году Новой Эры настанет 7000 год. Складываем 550, 58000, 42000, 42000, 42000, получаем 7000. Да, почему 7000 казалось значимым? Важно. Ну, по разным причинам были ветхозаветные некоторые опоры для таких интерпретаций, но базовая идея сводилась к тому, что мир создан за 7 дней, как говорится в Священном Писании перед Господом один день как тысячи лет, тысячи лет как один день, за 7 дней мир создан, 7 дней проживет, а потом конец света. 7 дней равно 7000 лет. Ну, и вот на Руси впервые начали некоторые книжники об этом размышлять вот как раз на закате 15-го столетия. Причем это время правления Ивана Третьего, немного, немало создателя московского государства. Что приходит в голову к нам с певами Ивана Третьего? Стояние на Угре, Татаро-Монгольское игорь окончательно закончено, Новгородское богатейшее княжество огромное по территории присоединил, там Судебник новый, Кремль отстроил, Зоя Софья Палеолог женился, там с ума сойти, по чину венчанию здесь императоров увенчал Дмитрия Внука своего нацарства, то есть расцвет идеологии московского государства заложенной основы, казалось бы, оно прямо вот фонтанирует новое государство, а в то же самое время некоторые книжники пишут, что скоро все закончится, интересный парадокс, да, но вот тут надо сказать, что у нас нет свидетельства о массовых ожиданиях конца света, скорее всего, а это было уделом каких-то узкого числа, скажем так, образованных книжников, ну, пожалуй, самое яркое свидетельство, что все-таки этого конца света ждали, а не то, что там архиепископ новгородский Геннадий Гонзов там с Дмитрием Траханиотом, приехавшим с Зоей Палеолог из Италии, обсуждал эти проблемы и все, вот как бы были вообще сомнения, может быть, это несколько книжников обсуждали, нет, были найдены, значит, пасхалии, а это расчеты, когда праздновать Пасху на многие-многие-многие годы вперед, десятилетия там и так далее, потому что праздник, понятно, высчитывающийся, да, сложным образом, так вот, на 7000 году заканчивалось и в некоторых пасхалиях приписка здесь страх, здесь скорбь, здесь день Господень, то есть ученые-книжники, которые это просчитывали, они даже не решались дальше Пасху считать, предполагая, что вероятность зеленая история закончилась, это уже более важное свидетельство, это не два-три спорящих книжника, а это все-таки уже более широкий слой, да, тех, кто под пасхалий рассчитывает, так что явно ученые-люди задумывались, что скоро все может закончиться, но вот Дмитрий Траханиот, ученый-грек, написал, вот, отвечая архиепископу Новгородскому, который его прямо спросил, говорить все пасхи, что скоро все закончится, или не говорить, он осторожно так сказал, да, конечно, семерки, но может быть не семитысячный год, а семтысяч седьмой, вот, подобает, разумеете, о всех седмицах, семь тысяч семидесятый, семь тысяч семь седьмой может завершить историю, то есть, давайте смотреть на все семерки, как на опасное число, не обязательно на семитысячный год, и так примерно и происходило, ну, кстати, во многих исцологических таких, знаете, вот уже движениях последних веков, когда проповедуют какой-то харизматический лидер, да, некого движения, что скоро будет конец света, такого полным-полнов, недавно было, да, и в нашей стране такие были, там, девяностые годы, яркие проповеди, не происходит в установленный день че никакого конца света, что говорят, там, ох, мы ошиблись, извините, нет, говорят, просто неправильно мы рассчитываем, технология неправильная, календари у нас врут, это будет скоро, и переносят это на сколько-то там лет или месяцев, или так далее, вперед, то есть, эта логика, она общая, раз не произошло прямо сейчас, значит, какой-то хронологический недосчет, но это будет скоро, вот эта логика, собственно, начала работать по отношению к концу 15-го и к 16-му веку, значит, смотрите, прибавим еще семерку и получим 1499 год, почему здесь фигурирует 1479, потому что мы помним, что три года с половиной антихриста управить, если конец света действительно в 92-м году должен был наступить, то антихрист должен был прийти в 1479, вроде не пришел, Иван Третий правил себе и правил, да, а 92-й год наступил, 7-й, где-то конца света, но может быть, в 7-й 7-й, тогда 1099 год оказывался пугающей датой, 7-й 70-й год, это время правления Ивана Грозного, 1562 год, 7-й 77-й, опять же, правления Ивана Грозного, 169 год и так далее, недаром некоторые русские историки связывали загадочную опричнину Ивана Грозного, довольно странный, опричный дворец Ивана Грозного с ожиданиями конца света, но здесь есть один очень такой базовый минус в этих расчетах историков, в этих предположениях, безусловно, психологическая мысль была важна, безусловно, скорого конца света в принципе ждали, но Иван Грозный был плодовитейшим автором, написал множество текстов посланий и ни словом не обмолвился, что он опричному создал дворец, ожидая скорого пришествия Христова, полное молчание, а раз у нас нет прямого доказательства, это остается гипотезами, вот, поэтому об этом я рассказывать не буду, опричный, здесь вот под вопросом, повлияла ли она, но вот, например, на огромное количество текстов, которые в конце 15-16 века появились, да, повлияли, ассоциологические ожидания много, много разных видений стало появляться о посмертной участи души, о силе покаяния, по церковной молитве и так далее, поминальная практика начала активно развиваться, начали активнее, чем раньше, искать тела людей, погибших внезапной смертью, хоронить их, скудельницы, жальницы, то есть, коллективные захоронения очень распространились, то есть, как бы начали всячески заботиться о душах людей в преддверии грядущего суда, вот, но, пожалуй, самое интересное, что в это время как раз складывается идеология московского царства, и эта идеология, она оказалась очень окрашенной сфологическими тонами, вообще, московское царство, это царство, ожидавшее скорого конца света, и считавшее, что его правители, московские цари, московские государи, потом московские цари, это и есть те самые последние цари, которые передадут свой венец Христу, это последнее богохранимое царство, последнее христианское царство на земле, да, остальные все пали либо в ересь, либо и в ересь, и под ударами, значит, оппонентов, там, мусульман и так далее, вот, а мы не пали, мы наоборот освободились, укрепились, и мы стали единственным богохранимым царством, и вот наши цари, это последние цари, христианские на земле перед скорым концом света. Это очень интересно повлияло на саму идеологию московского царства, да. Ну, опять же, надо сказать, что в конце 15-го и в 16-м веке расцветает ух ты, смотрите, что я могу делать. Смотрите, расцветает визуальная тоже эсхатология, да. Значит, в иконографии, я думал, такую точечку маленькую, но бог с ним, в иконографии, в миниатюре книжной, в монументальной росписи тема апокалипса, эсхатологии в конце 15-го и 16-го веке расцветает бурным цветом. То есть люди буквально стали видеть образы конца света и страшного суда в каждом крупном храме. Во множестве рукописей. В 17-м веке это апогей, расцвет, это визуальная экспансия демонологии и эсхатологии. То есть в 16-17 века это на Руси такой мощнейший данс макабр, мощнейший, мощнейшее обращение к тематике посмертного суда, демонов, мучителей, гораздо более частых, чем ангелы и спасители, потому что это назидательные образы, да, говорящие о силе греха и как от него спасаться. Вот, то есть совершенно очевидно влияние всего этого на московскую культуру. Но как это связано с властью? Вот я уже несколько раз сказал, что с властью это связано. Ну, дело в том, что во множестве текстов, и в том числе текстов Ивана Грозного, вот об этом он очень любил писать, и многих разных русских авторов, говорится о том, что русский правитель это всем государям государь, который такой неподобный образ Божий на земле, и который отвечает своей душой за спасение всех людей в своем царстве, подобно тому, как государь, домовладелец, то есть мужчина, хозяин дома и семьи, отвечает своей душой за спасение души жены, детей и всяких холопов своих, и бедных родственников, которых называли захребетниками. То есть, вот если уж ты сильный, так сказать, независимый, и в твоем подчинении находится либо семья, либо какая-то еще социальная ячейка, ты должен их вести к спасению, как самый мудрый, самый сильный, ты должен их назидать, воспитывать и следить, чтобы они не падали во грех. А государь над всеми такими государями, единый государь, и он отвечает за всю страну. И он ответ Господу даст, если допустит какую-то греховность в своей стране. Вот разные цитаты здесь я привел. Это подкреплялось еще и вполне такой политической практикой крестного целования, присяги государю, которые на Руси приносили. Люди целовали крест в верности царю, и это называлось, что они отдают души свои государю. То есть, люди на Руси отдавали души царю. Крестцелуальная грамота Василия Шуйского, это, если вы говорите о его крестцелуальной грамоте, это очень странное обещание, которое он дал боярам, из-за которого его осуждали потом. Это он целовал крест своим холопом, а не наоборот. И за это его сильно критиковали, что государь так не должен делать. Он перевернул модель, но это связано с событиями смутного времени. Это интересный сценарий, но как бы да. А классически целовали царю все и отдавали души царю. И потом, как раз в смутное время, это было бесконечным обвинением. Вы восстали против такого или такого претендента на трон, но выжат души свои государю отдали. Значит, к чему я все это? Возникло очень своеобразное на Руси в 16 и в особенности в 17 веке представление об эсхатологии. Оказывалось, что на земле есть одно богохранимое праведное христианское царство, московское. Один истинный праведный христианский царь, московский царь. Ему целуют крест все православные люди, отдают ему души, он следит за их спасением. И спасение людей оказалось почти невозможным, если они не служат московскому царю. Это оказалось привязка всей христианской исторической мысли к одному политическому образованию. Очень ярко это проявилось при отце первого избранного царя Романова, Михаила Федоровича Романова, Филарете. Был боярин такой вот Федор Никитич Романов, которого постригли в монахи. Он потом при Лжедмитрии, при Самозванце стал названным патриархом, потом попал в польский плен, потом в 1119 году вернулся и стал условно соправителем своего сына Михаила Федоровича в московском государстве. Они официально назывались оба великие государи. Великий государь царь, сын и великий государь патриарх, отец, патриарх Филарет. Так вот, патриарх Филарет вернулся совершенно очевидно озлобленный на поляков, на всех западных христиан и в 1120 году провел Филаретовский собор, на котором закрутили гайки максимально и сказали, что практически нет спасения никому, кто не крещен в московском государстве, не подчиняется московскому царю, не служит православному московскому царю. Все остальные упали в ересь, даже греки в ереси, все в ереси. Весь мир только спасается населением московского государства. Потом решение этого собора отменили антиохийские леоксандрийские патриархи, которые явились судить Никона на московском соборе 1666 года, вот эти постановления были отменены вселенскими патриархами, но несколько десятилетий их решения держались, этого собора. Они ярче все показали представление о том, что раз уж есть одно богохранимое царство, и у него есть один богохранимый царь, то если ты ему не подчиняешься, ты свою душу погубил. То есть эсхатология оказалась усложнена еще и представлением о служении московскому царю. Это первое. И второе, даже сама символика московского государства, она оказалась очень сильно завязана на эсхатологии. Вот это печати московских государей, Ивана, Василия, снова Ивана, Ивана Грозного или Четвертого и так далее, вот с такой вот символикой, которая потом в новое время была искажена, изменена. Сегодня мы знаем, что это такая вариация этого, это герб Москвы, и называется это, как правило, в популярной такой масс-культуре в источниках Георгием Победоносцем. Хотя, на самом деле, никаким Георгием это не являлось. И вот даже если посмотрим на печать о московской царе, мы сразу поймем, что это никакой не Георгий Победоносец. По одной простой причине у него нет нимба. Святого без нимба не изображали. У него, вместо того, княжеская шапка с опушкой на голове. Это некий правитель на коне. И, собственно, традиция забежать правителя на коне, она древняя, как мир. На множестве монет она встречается в разных странах. И на Руси встречалась. Но семиотизировано, означено, это было ровно в конце 15 века на волне ожиданий страшного суда. Вот именно тогда на Руси был создан очень интересный такой текст, так называемая интерполированная редакция греческого переводного откровения Мефодия Потарского. На самом деле, не Мефодий Потарский автор, некий апокриф. И вот был создан на Руси его вариант, его версия, как раз в 15 веке на волне ожиданий конца света. И вот там рассказано, что в последние времена перед концом света что произойдет? Будет скакать некий садник на коне. Вдруг явится дракон и попытается этого коня ухватить запяту. Обратите внимание на питу. То есть питу это копыта в данном случае коня, да? Правая, более близкая к нам, вот его хватает этот дракон. На всех этих печатях, на всех этих образах именно так, как описано в Откровении Мефодия Потарского. Мефодия Потарского и его русской версии. Хватает за копыта. Но всадник победит его и подскачет дальше. Толкование. Что это значит? Наездник, ездец, это последний праведный христианский царь. Значит, конь, на котором он едет, это, в другую сторону, это христианская церковь. А змей, ну, понятно, это дьявол, антихрист. Что касается коня, то это церковь. То есть, перед вторым пришествием, концом света, что произойдет? Последний христианский царь защитит церковь от дьявола. А потом, как рассказано в этой редакции, он передаст свою корону прямо Христу, и после этого начнется пришествие антихриста и все бедствия психологические. очень похоже. Но это было бы гипотезой. Если бы у нас не был текст русских послов в Европе, которые в начале 16 века прямо объяснили, что за печать. Их спрашивали в Европе, а что это у вас на печатях русских, значит, на ваших печатях московского царя, они объяснили, а это наш царь церковь обороняет, дьявола побеждает. То есть, они прямо пересказали откровение Мефодия Потарского. Это доказательство, уже озвученное русскими послами, что эти образы и есть никакой там не Георгий, не что-нибудь еще, а непосредственно выражение этого представления о том, что скоро конец света, наши московские цари последние, они защищают церковь от нападок дьявола вплоть до пришествия Антихриста. То есть, мессианская роль управителей московских. И это было подкреплено идеологией власти очень интересной. Ну, на самом деле, вот Иван Третий женился на Зое и Палеолог, да, венчал своего сына Дмитрия, потом, правда, придумал и отдал престол сыну Василию. Потом Иван Грозный венчался впервые на царство, да, его сын Федор Иванович впервые венчался на царство уже с чином миропомазания, да, его помазали святым миром. И дальше это, как бы, это важнейший обряд уже был включен во все чины венчания русских правителей. Нужно было Ивану Грозному в первую очередь обосновать, что он теперь не просто великий князь, там, и так далее, а царь. Царь, цезарь, на Руси это приравнивали к императору, к императорскому титулу. И понятно, что такое резкое изменение титула для средних веков это конфликтнейшая ситуация, особенно с близкими соседями, особенно с великим княжеством литовским, которое в скорости, объединившись с Польшей, превратится в речь посполитую, конкурент за земли, за княжество, и вдруг, здрасте, значит, из Москвы, именуйте нас теперь императорами, да, выше королей. Ну, понятно, что как бы поляки, литовцы отказывались это делать категорически, там была целая дипломатическая война, но нужно было какие-то доказательства представить, почему теперь мы цари, да, а вообще, кого на Руси царем называли? Ну, понятно, что в первую очередь это правители Израиля и Иудеи, да, Саул, Давид, Соломон, потом царями называли византийских веселевцев императоров, царями называли ханов монгольских и потом золотоордынских, и в этом плане Русь была частью царства золотоордынского, царем называли хана, и царь ставил, давал ярлык на княжение русским великим князьям, а после освобождения от монгольского владычества сначала Иван III начал стать государем, а вот потом его внук уже царем, как императором, и вот обоснования Казань и Астрахань, бывшие царства, скажем так, наследовавшие власть Золотой Орды, это было прямое политическое доказательство, потому что если ты захватываешь более значимую по статусу территорию, то титул переходит к тебе, это общая логика, которую в итоге большинство как бы европейцев приняло совершенно логично, и органично, но вот для внутреннего, скажем так, пользования была разработана несколько другая идеология, очень интересная, которая как раз связана с эсхатологией, она связана с тем, что мессианские русские великие цари и правители, которые защищают церковь перед самим явлением Господа, они не просто так себе правители, а они потомки великого обладателя вселенной, императора из императоров, величайшего из правителей, и на такую роль был выбран Октавиан Август, император Римской империи. Почему именно он? Например, Александр Македонский, тоже легендарная фигура Средневековья, Александрии были суперпопулярны, или еще кто-нибудь, или Юлий Цезарь. Почему? Потому что император Август правил в такое время, когда, как известно, на земле воплотился Христос, и больше того, в подконтрольной территории, значит, Палестина, была подконтрольна римскому владычеству, и тем самым, писали средневековые авторы, бога-человек прославил этого императора, он, конечно, языческий, он, конечно, нехороший, неправильный, но воплощение Господа на земле, на территории этого правителя и во время его правления косвенно, но возвеличило Октавиана Августа. И вот Иван Грозный начали доказывать является прямым праправнуком Октавиана Августа. Иван Октавианович. Каким образом? Да? Образом очень простым. Значит, у Октавиана Августа, как известно, писали русские книжники, был брат Прус. В скобочках никакого брата Пруса не было. Брат Прус, понятно, поехал на север и правил чем? Наивная этимология. Пруссии. С тех пор Пруссия называется Пруссией, потому что правил и Прусс. Довольно часто так объясняются топонимы через имена легендарных персонажей несуществовавших. А дальше от Пруса, который правил в Пруссии, проходит энное количество поколений, причем столько же поколений, сколько по библейским расчетам от Потопа до Авраама, от Авраама до Моисея и так далее. То есть очень символически. Но вот проходит сейчас, боюсь соврать, что ты подзабыл, сейчас 18 что ли колен поколений и рождается Рюрик. От Рюрика раз, два, три и Владимир, креститель Руси, первый христианский русский царь, в смысле князь. А от него столько же, и это, кстати, действительно так, столько же, 18 по-моему, хотя боюсь соврать, сразу предупреждаю, надо перепровериться, колен поколений до Ивана Грозного. Бабах! И так Иван Грозный вписывает себя в мировую историю, являясь якобы прямым потомком Октавиана Августа, да еще и символически доходя до времен Адама, Потопа и Авраама. То есть Иван Грозный пришелся в легендарную фигуру. Он всем царям царя, всем императорам императора. Его род более значим, чем род любого императора, любого точки мира. Это величайший из правителей всего мироздания. Попытки эту идеологию продвинуть в Европу вызвали у европейцев некоторые можно представить. Примерно как мы с вами сейчас также европейцы, у которых было и образование, и университеты, и генеалогии, и историю они знали. И как бы это было невозможно, это было смешно. Поэтому для них быстро выработали другие аргументы. А вот для русской идеологии власти, для русских текстов, эта октавианская идеология, миф октавиана августа, оказалась краеугольным камнем. Как, например, легенда о Константиновом даре была важнейшим краеугольным камнем для легитимизации папской власти в Европе. Тоже подложенное совершенно представление о том, что император Константин якобы исцелился от папы Сильвестра, и якобы подарил ему коня и власть над западной частью Европы. И поэтому папы обладают власти над Европой. Не было ничего такого, миф был разоблачен, но он для легитимации папской власти был крайне важен. А вот для легитимации русских царей власти оказался важен миф про актовиан августа. Ну, а раз это такой великий мессианский род, то неудивительно, что он закончит всю мировую историю, и именно русские цари будут с самим дьяволом сражаться, а потом с самим Христом передавать ему венец, и все. Все заточено на Русь. Сразу скажу, что такие представления не являются в религиозных сообществах, и в том числе в разных христианских сообществах, и в разных государствах разные правители очень часто себя возвеличивали, идеология себя возвеличивала через представление о том, что мы единственные, последние, самые великие цари христианские, и так далее. Там можно найти аналоги и по Франции, и среди германских императоров, и так далее. Но на Руси это приняло такую форму. Ну и приняло такую форму в 16 веке, и ждали конца света возможного, а вместо этого, как всегда я когда это рассказываю, ощущение, что Господь покарал за великую гордыню, чем больше была такая экзальтация, что мы самые великие, самые праведные, самые-самые-самые, насчет самый-самый-самый, тем драматичнее казалось, что в 1998 году последний самый-самый умер бездетным. Бах! И династия прервалась. И это катастрофичнейшее событие для русской истории положило начало смутному времени. Пришлось искать выход из практически тупиковой ситуации, разработать принципиально новую идеологию, обосновывающую «А кто же тогда, если не потомки Октавиана Августа, то как, кто?» И избирают царя, и царя оказывается возможным избрать. Это отдельный, совершенно уникальный сюжет. Разрабатывается целая новая идеология избрания царя, когда превращается в канон избрания царя, и все равно заканчивается смутным временем, потому что очень скоро появляется некий человек и говорит, что бы вы тут ни придумывали, избрание, не избрание, а я сын Ивана Грозного. Все. Я Октавианович, я потомок. Все остальные холопы, на престоле вашем холоп, вы все мне, моему отцу, дали души слова в крест. И так на Руси появляется первый самозванец. Вот он перед нами в изображении миниатюриста 17 века, Лжедмитрий I, интереснейшая фигура, тайный католик на московском престоле, год в Москве правил человек, игравший роль православного царя, но будучи тайным католиком, исповедовавшись католическому священнику, женившийся на католичке Марине Мнишек, которую очень хитрой процедурой венчали на царство, изобразив, что якобы она переходит в православие, но она не переходила в православие. Это интереснейший год, совершенно потрясающей игры. Знаете, впечатление, что такой авантюрный роман европейский 17 века реализовался в московском государстве. Просто потрясающе, действительно очень интересно было время. Ну и когда собственно явился такой вот мнимый наследник Ивана Грозного, он просто актуализировал модель возвращения истинного царя. Но представьте себе, чем это было для московского правительства, московских людей, которые были сторонниками Бориса Гудунова, не поддержали Лжедмитрия. К власти вдруг начал рваться некий персонаж, который говорил, что ваш царь богоизбранный это вообще холоп и так далее, что я сейчас займу престол и прочее. Для них, для сторонников Бориса Гудунова, московского правительства, это было явление совершенно демонического персонажа. И началась вот как раз в период интереснейшей 1604-15 годов борьба мифов. Московское правительство рассылало грамоты по всем городам, доказывая, что претендент это совершенно страшная персона, а эта страшная персона, называвшая себя царем Дмитрием, рассылала по тем же городам свои письма, говоря, что страшная персона в Москве, это Борис Гудунов, а я-то истинный царь. И каждый, естественно, актуализировал самые такие жесткие модели, которые могли найти в это время в московском государстве. Вот правительство Гудунова писало следующее. Кто же это претендует на власть нашу богоизбранную? А это монах Растрига, ну а по каноническим правилам, если человек самовольно ушел из монастыря, сбросил монашеский пост, с ним даже за столом сидеть нельзя, этот великий грешник. Дальше, бежавший в Европу и ставший внимание там в Европе католикам, одновременно протестантам, 17 века это сказка, да, одновременно католико-протестант, и еще ересь фортуны он, значит, в себя впитал. И вот такой католико-протестант, то есть это уже какой-то кентавр объединяющий, необъединимое, да, является еще чернокнижником и колдуном и с черными книгами, значит, с дьяволом сговорившись и с папой римским как поставленником дьявола на земле сговорившись, он идет, то есть, неудивительно, что довольно скоро его начали называть возможным антихристом. Вот, что я показывал вначале, одним из предвестников канцеллафета, это воцарение неких очень ярких грешников. Вот это идеальная фигура. Когда он правил, один год восторжествовал его миф. По всей стране рассылалась как бы грамота с идеологией того, что вот все, обернулся, истинный царь. Но потом его свергли, убили, и Василий шуйский выцарившийся, снова начал рассылать грамоты, объясняя, что произошло. И вот в этих ретроспективных объяснениях, и в сочинениях, которые начали возникать активнейшим образом в это время, он превратился, вот этот наш герой, или антигерой, точнее, в несостоявшегося антихриста. Это тот самый сын сатаны, который хотел захватить, ну, действительно, власть в московском, последнем, богохранимом царстве. И если бы он удержался на престоле чуть дольше, все, он бы стал антихристом. То есть, вот эта первая фигура, реальная, политическая, которая на Руси, начали отрежислять с реальным сыном сатаны. Вот на этом драматическом моменте я хочу сориентироваться, сколько у нас еще времени осталось. Напомните, просто, мы начали в 19.30, то есть, я уже больше часа болтаю, кошмар какой. Да, значит, сейчас буду сворачиваться тогда. Значит, вот его так нарисовали в 18 веке, посмотрите, сидит, черные окна, в них не видно ни города, ничего, смотрит в преисподнюю, весь обратился в эту гиенну, вот эту дыру в полу, и больше того, как демоническим персонажам затирали лица и глаза, ему затерли лицо, и центр преисподней затерли, то есть, как посредоточие зла. Совершенно демонизированная фигура в изображениях и в текстах. Вот. Таким образом, истология все больше переходила в политику. И это очень любопытно, но вот об изображениях увы, 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 больше ничего не успею рассказать сегодня, кроме пять раз произнесенного увы, это долго. Смотрите, что происходит дальше. Вернемся к политике. Смутное время закончилось. Самозванец первый убит. Второй не смог заходить в Москву, а спорил власть Василия Шуйского. Новые самозванцы, катаклизмы и, наконец, воцарение новой династии Романовых, новая идеология власти, но по-прежнему идея богохранимого царства, по-прежнему идея истинного, единственного православного государства. Возвращается, напомню, патриарх Филарет проводит собор 1120 года, где сказано, и вроде бы мир и благоденствие, и вот незадача. В это время начинают все чаще считать хронологию не от Рождества Христова, а вот, собственно, не от состворения мира, а от Рождества Христова. И только-только начинают переводить все это в год от Рождества Христова и смотрят, а на дворе это 1620-е годы и скоро будет 1666 год. Из огня до в полумя. Только что мы боялись семерок и вдруг три шестерки. И вот это породило гораздо больше опасения, чем даже семерки. И вот эти опасения, в общем, 17 век становится веком окрашенным ярчайшими эсхатологическими тонами. Во-первых, образы страшного суда, которые занимали всю западную стену многих храмов, все чаще заменяются на образы апокалипсиса, где сцена за сценой, все ужасы и бедцы показаны, причем они часто выходят на северную, на южную стену. Посмотрите, храм в Переславле-Залесском в Даниловом монастыре. Посмотрите, фрески Калязиного монастыря, который теперь в музее Щусевском в Москве постоянная экспозиция. Разрушенный монастырь, затопленный, а фрески его в Москве выставляются. Там все образы Гок и Магок, Прузия, Вадон, Антихрист. Вот вокруг людей были повсеместно. Заходишь в храм, вокруг тебя все это изображено. Но этого мало. В Москве выходят очень популярные печатные издания книга Аверии Кириллова книга 1044-1048 годы. Печатные на бумаге доступные сотням людей издания. Они прям расходятся тиражами в сотни, в сотни, в сотни. То есть социальный охват гораздо больше, чем у рукописей. И что эти два популярнейших московских издания, как прочим и другие, людям говорят. Что осталось там сколько, 20, 18, плюс-минус зависимости от года книги лет. И все. При вашей жизни официально говорит Московский печатный двор, оглашая позицию патриарха, царя, власти. Вот все мы умрем. Мы не просто умрем, придет антихрист, начнутся страшные бедствия, прузи, гок и магок, все, что вокруг нас в церквях, произойдет через 20, 18, 16, 14. обратный отчет идет. Общество заряжено эсхатологией. Количество сборников лицевых, то есть изображений с миниатюрами, в которых живописуется вот все, что происходит с душой после смерти в конце мира, зашкаливает. То есть данц макабр по-русски это вот с опозданием на несколько веков от Европы, это 17-е столетие. И вот подходит страшный грозный 1066 год и для огромной части русского общества страшный суд, точнее, не страшный суд, а пришествие Антихриста происходит. Все пророчества сбываются. Потому что незадолго до этого в 1653 году патриарх Никон, тот самый, который заменил патриарха Иосифа, начали свои реформы знаменитые. И русскую обрядовость, и русские тексты, святые тексты, богослужебные тексты, все меняет по новогреческим образцам. И тем самым, с точки зрения огромного количества всех людей, рушит веру, рушит обрядовость, рушит святую литургию, все рушит, уничтожает церковь на глазах. А кто в последнем богохранимом христианском царстве уничтожит церковь? Антихрист перед концом света. Но только он все-таки не император, а он патриарх. Возможно, это лжепророк. Да? С опаской начинает посмотреть на Алексея Михайловича. А Алексей Михайлович как бы так и сяк и пытается всех помирить друг с другом и прочее, и прочее. Очень вот эта стата из Протопопа Вакуума, когда он описывал, прочитали первое постановление Никона, изменявшего обрядовость. «Видим, як и зима хочет быть, и сердце озявило, и ноги задрожали». Вот примерно тоже ощутило огромное количество русских людей. И вот дальше сложная ситуация. Никон конфликтует с Алексеем Михайловичем, уходит в Новый Иерусалим, монастырь, который сам основал. Все непонятно. Приезжают в Москву судить его Никоном патриархи Александрийский, Антиохийский, Макарии, Паисий, осуждают его за такое своеволие, за то, что он оставил кафедру, в своем смысле престол патриаршей, ссылают его. Но дальше они начинают разбирать дела русской церкви. И тут видят постановление патриарха Филарета собора 1922 года. Единственное богохранимое царство, единственное правильное крещение, единственное только у нас все греки, все в ереси, все в восточной церкви пали в ереси. Говорят, вы что, с ума сошли здесь в Москве своей? Самая вообще молодая патриархия, недавно возникшая, и вы единственные, все, значит, мы, нет, говорят, и отменяй это все. И то, что Никон по новым греческим образцам все правил, ну и хорошо, ну и правильно. И не думайте, что только ваши обряды, только ваши формы, это единственное истинное все остальное. Нет, ничего подобного. Русские же, епископы это услышав, решили дело по-русски. Ах так, патриархи, александрийские, антиохийские сказали, что, в общем-то, все правильно. Ну и с присущей, к сожалению, зачастую русским радикальностью взяли и отлучили от церкви анафемствовали всех, кто не принимает реформы Никона. Бабах! 1666 год. Все, кто был против Никона, отлучены от церкви. Ну и возникает то, что потом назовут старобрядчеством. Катастрофичнейшее событие в истории Руси, когда тысячи людей самоубиваются всеми семьями, чтобы только не оскверниться, потому что они уверены, что антихрист пришел. Вот оно. Проповедовали так. Печатали, честно в книгах от имени патриарха в прошлых царей. Говорили, что это будет страшный суд. Будет, точнее, пришелся антихриста. И вот оно. Вот оно. И чтобы не оскверниться, чтобы печать антихриста на лоб не принять, чтобы на вечный погиб, лучше сожжем сами себя, удушимся дымом. Гарри начинаются. Целыми сообществами люди убивают себя. Другие бегут, основывают обители вдали, в глуши. Третьи, менее радикальные, изображают, что они крестятся по-новому, а сами в этом каются и крестятся по-старому и по-старому служат. Ну и так далее. Дальше многовековая история старобрядчества Поповского, без Поповского, бегло Поповского. Отдельная интереснейшая история. Но, в общем-то, для громадного количества русских людей все пророчества, которые в 17-м веке сошлись в одну точку, по поразительной иронии судьбы сбылись. И для русских старобрядцев фактически это становится год страшнейшим годом конца русского православия, конца царства, падения в ересь последнего православия. Потом и очень сложно спустя десятилетия и столетия обосновывать, почему же тогда антикшество не пришло, если так все случилось. Но каждый старобрядческий доверие по-своему это обосновывает. Вот. Ну, вот так вот это произошло. Ну, а в остальных событиях, естественно, в скорости и Петр с его реформами, и с бродобритием его, и со всеми делами. Естественно, что старобрядцы начинают в нем видеть Антихриста. Вот. Такие вот изображения получаются, как Антихрист, лжепророк там, да, и сатана. Вот. То есть старобрядцы начинают демонизировать уже и следующих правителей, и Петр Первый оказывается один из самых демонизируемых. Вот. Но это оказывается уделом уже старобрядцев. А что же господствующая церковь, постниконовская, она отказывается от эсхатологической проповеди. Она ее деактуализирует. Потому что теперь она очень тесно связана с старобрядцами, с которыми борются. И уже в конце 19 века официальная проповедь скорого конца времени времен замолкает. А постпетровское уже такое гораздо более секулярное государство с его идеей служения императору, полиции, душа гражданства вообще довольно начать жестко притеснять церковь, монастыри, лишать их земель и так далее. Ну и совершенно ясно, что там уже эсхатология вообще неактуальна. И в государственной такой церкви, которую Петр подчинил жестко, собственно говоря, даже тайну исповеди нарушил, против догмата пошел, патриаршество лишил русскую церковь. То есть синодальный период, конечно, очень тяжелый для русской церкви начинается. Там никакой официальной проповеди эсхатологии быть не может. Наоборот, нужно говорить, что вот нужно служить власти, власть молодец, все хорошо, все служим власти. Никакого там эсхатологического контекста не могло быть в официальной проповеди. Это в большей степени дело старообрядцев оказывается с этого момента. Ну и разных не старообрядческих, но религиозных мыслителей или лидеров. Ну а что же происходит среди простых людей? В 18-м мы меньше знаем, но в 19-м, в 20-м и в 21-м знаем довольно хорошо благодаря работе антропологов, коллег и этнографов, этнологов, которые изучают собственно народную культуру. В народной не старообрядческой культуре довольно распространены те же мотивы, которые мы встречаем в средневековой книжности. Что скоро суд, что страшный суд будет скоро, что перед ним будут страшные знамения, и что эти знамения нужно уметь распознать, чтобы приготовиться к суду. А вот дальше возникает очень здорово, очень интересно. В народной, так сказать, эсхатологии 20-21 веков, ну конечно, абсолютно живут малые эсхатологии. Весь похорон напоминальный культ в любой деревне, в селе, в городе. Он связан с представлением, что у душа проходит мытарство и так далее. Не могу сейчас об этом подобно рассказывать. Интереснее, как мотивы средневековой книжности христианской сочетаются с мифологическими мотивами, выстраиваясь в одну цепочку, в одну череду. Например, в 19-21 веках, и я в своих списках тоже это собирал, рассказывают, что уже начинаются последние времена. И дальше включается интерпретативный механизм, где все события современности, которые по телевизору или по радио слышат или видят, вписываются в эсхатологический миф. Видите войны, конфликты? Вот оно началось уже. А помните, там в прошлый раз засуха была в прошлом году? Вот оно начинается. А вот там, говорят, следующая зима будет очень холодная. Вот оно. То есть примерно та же логика, что была у средневековых хронистов, летописцев. Но помимо нее возникают совершенно чудесные мотивы, которые и описаны и сейчас живут. Это тоже будет. Какие мифологические мотивы? Например, исчезновение мужчин. В последние времена мужчины исчезнут. Рассказывают во многих российских областях. Будет семь баб и ни одного мужика. А дальше много-много-много версий. И придет иностранец и будет свальный грех со всеми, потому что мужчин нет, все женщины под одного мужчину будут ложиться. Или женщины будут раздвоенное дерево за мужика принимать. Окружат это дерево, будут сидеть и ждать. А то не мужик, а дерево. Или все женщины на дерево полезут, будут мужчин искать. Медвежьи и следы будут за мужичьи принимать. Медведя за мужика. Ну и так далее. То есть оскудевает репродуктивность женщинам не от кого рожать. Дальше что? Земля не будет рожать. Исчезнет вода. Не будет земля рожать, потому что вода не будет ниоткуда пристекать. Либо вода обратится в песок, но чаще вода обратится в золото. Людям пить нечего, земле пить нечего, кругом золото лежит. Сегодня все за золотом гоняются, а в скорости за водой будут гоняться, а золото будет валяться никому не нужным. Еще один такой мифологический ватив, переворачивающий ценное и неценное вверх ногами. Падение нравов. Посмотрите на современных женщин, очень часто рассказывают в деревнях. Дальше все перечисления женской моды, которые кто-то видит, и это все признаки конца времен, скажу я вам. Не просто так юбки укорачиваются и каблуки там подрастают, а потому что антихрист уже скоро, так сказать, грядет, да? Да, значит, кстати, это напоминает мне одну недавнюю историю прошлого лета. Мы были в замечательном монастыре, я думаю, я же не буду называть название в Нижегородской области, и вот я с коллегой студентки, мы интервьюируем игуменю, настоятельницу, она приехала, она так неохотно говорит с нами, и в какой-то момент она замирает, не отвечает на вопрос, и вдруг показывает на одной из студенток, ну, у нее маникюр какой-то, и говорит, вообще вне контекста, как бы не отвечая на вопрос, который там, вопрос был задан, там, кто у вас делал иконы в советские годы, и вдруг она замолчает, говорит, вот такие же ногти у антихриста того будет, который скоро грядет, говорит она, и продолжает с нами разговор, ба-бах, вот такая вставка, вот она, живая эсхатология, то есть антихриста ждут и моды, падение нравов, вот все, что вокруг сегодня происходит и негативно оценивается, это знаки его скорого пришествия, ну и кроме того, что характерно для народной эсхатологии, это техногенный апокалипсис, в который вписываются все с 19 века, промышленная революция, все новшества, автомобили, самолеты, и так далее, и так далее, значит, при этом в 19-м, в 21-м веках ссылаются на Библию, а дальше эта замечательная ссылка говорит, в Библии же сказано, что перед концу света железные птицы по ним будут летать, и вот яропланы, вот самолеты, значит, в Библии же сказано, что небо будет обкутано железной паутиной, и вот вам провода, электрификация, кругом лэпы стоят, сказано в Библии, что железные кони поскачут, вот вам машины, и так далее, даже коллеги-фольклористы специально сейчас спрашивают, а где же это в Библии сказано, и такие эксперименты проводили, вот Библия, вот где, они говорят, совершенно гениально уходят из положения, догадываясь, что в Библии об этом не сказано, так это в новопечатных Библиях, там специально антихрист все извратил, современным Библиям верить нельзя, а в давнишних Библиях, настоящих, там именно это и было сказано, вот, то есть легитимация через настоящую Библию, которая сгинула, а теперь подложная, а в настоящей было все рассказано, что сейчас происходит, да, вот, и вот это причудливое сочетание христианских мотивов, мифологических мотивов, там мужики, медведи, деревья и так далее, и техногенных мотивов, да, и формирует тот эсхатологический контекст, который мы встречаем, и который существует в том же Советском Союзе на протяжении всех их десятилетий, который является вот таким вот массовым образом грядущего конца, каковой образ существует по-прежнему до сего дня в регионах нашей необъятной Родины. Ну вот на этом, наверное, я буду завершать сегодня. Спасибо. Я бы хотел немножко дополнить, как будучи тоже этнологом, ну, на самом деле, вот такая низовая культура, она все менее, ну, становится характерной, да, существуют, как бы, другие еще и формы, да, функционируя вот таких современных эсхатологических преданий, например, нумерологические. Вот в качестве примера я приведу момент с поставлением биографии Наполеона и Гитлера. Дело в том, что существовало синодальное послание накануне, как раз, вернее, после вторжения наполеоновских войск в Россию, где Наполеон напрямую не назывался антихристом, да, но, как бы, это описывалось в таких выражениях, что, по сути, да, это можно было отнести к антихристу. И вот, как бы, Наполеон, как один из недоантихристов, вот его образ, да, он таким образом утвердился вот в российской эсхатологии и особую актуальность приобрел в 20 веке после Великой Отечественной войны. И ходила вот такая интересная бумажка, такая, и, в принципе, до сих пор где-то ее можно в интернетах там встретить, да, где основные даты жизни, да, этих двух деятелей, да, они через 129 лет сопоставлялись, и якобы там в 44 года там Наполеон пришел к власти, и Гитлер пришел тоже в 44 года. вот якобы в одном возрасте они там вошли в Вену, в одном возрасте вошли, вторглись в Россию, да, и вот все это через 129 лет. На самом деле все это не так, там, Наполеон в 35 лет пришел к власти, Гитлер действительно в 44, но, как бы, по остальным пунктам тоже это ничего не совпадает. но вот это желание постоянно сопоставлять и искать какую-то эсхатологическую локализацию времени, в котором мы существуем, это очень важная часть нашей отечественной российской культуры. В этом нужно разбираться, да, в этом нужно постоянно медитировать на эту тему, да, и мы увидим, ну, огромное количество информации, знаний, позволяющих нам понять историю предков, какие-то психологические родовые особенности, вот, это, от этого просто так не отмахнешься, да, это вот, если мы живем, мы родились в России, об этом нам придется размышлять всю сознательную жизнь. Вот, я хочу, если есть какие-то лект-вопросы и еще силы и возможности, то ответьте, ну, особенно не затягивайте, вот, ну, пару-тройку вопросов можно задать. Можете микрофон передать ли? Микрофон, наверное, есть. Я могу и без микрофона, в принципе. А у меня один вопрос остался, и как раз по поводу вот этой народной эсхатологии последних двух веков. А вот, когда вот была пандемия коронавируса, массово гибли люди, а то и рви ведь, причем гибли-то, по сути дела, то вот это случайно не воспринималось народной эсхатологией как некий предвестник конца света, предвестник апокалипсиса последних времен уже. Да, спасибо. Я могу сказать парадоксально, я об этом ничего не знаю, но сто процентов воспринималось. То есть, скажем так, мои коллеги-фоликлористы пока мне никаких материалов об этом не давали, и сам я об этом в полевых исследованиях своих не слышал ни разу. Но события такого масштаба, чтобы не вплелось в эсхологический миф, просто невозможно. То есть, совершенно очевидно, в каких-то регионах это при разговоре конца света сто процентов актуализировали, но данных нет, поэтому пока строго говорить об этом не могу. Но, как и любое другое масштабное событие, сто процентов это... Другое могу сказать, что это актуализировало очень многие интересные защитные практики. Их я уже зафиксировал, там, описывал и прочее. Например, вот крестные ходы оградительные, которые всегда были, да, с времен бизантийских и дальше, когда обходились святынями, иконами, мощами, реликвиями, то место, которое нужно было либо защитить, либо исцелить, ну, в любом плане. Поле не родит, деревни мор, там, что ничего, защитный оградительный крестный ход. Ну, вот, собственно говоря, в коронавирус, в эпоху коронавируса родился массовый жанр крестного лёта. Когда икону грузили на самолёт, на летательное средство, на вертолёт, и летали вокруг той епархии, той области, которую хотели защитить. Это, интересно, коррелирует с легендой о том, что якобы по тайному приказу Сталина во время наступления на Москву погрузили икону на самолёт и облетали Москву. Чистый апокриф, конечно же. Легко себе представить Сталина, который, да, с иконами манипулирует. Но вот как бы эта легенда предвосхитила реальную практику, которая расцвела в эпоху ковида. И таких прецедентов было немало. То есть они сами по себе ничего нового себя не представляют. Тот же самый оградительный крестный ход только по воздуху с использованием технологических средств. Вот. А эсхатологический миф, ну конечно, сто процентов. Просто поработать в регионах и мы наверняка запишем такие нарративы. Друзья, может еще у кого-то? Спасибо за лекцию. Вот возвращаясь к тому образу Георгия Победоносца, который вы сказали вовсе не Георгий Победоносец, но сам графический образ вот это изображение человека с копьем, сражающегося с драконом, оно же откуда-то, наверное, тоже происходит. Ну не с нуля же оно берется. Само собой, абсолютно правильно. Оно происходит не как бы есть ниоткуда. Во-первых, у него истоки это изображение конного правителя, скачущего и в том числе поражающего врагов. Во-вторых, в христианской иконографии это сто процентов любые изображения змееборчества. А мы знаем, что змееборцами кроме Георгия Победоносца были два Федора, значит, Тиран и Стратилат, еще и Патий Гангарский был змееборцем, еще Марина Маргарита Антиохийская, но их реже изображали. То есть, были прецеденты и визуальные, само собой, но по прямым объяснениям, по легенде, сопровождающей это изображение, это именно отражение интерполерной редакции и откровения Мефодия Потарского. Но такая схожесть, такое подобие скачущего правителя в княжеской шапке поражающего дракона с Георгием, самым популярным из святых поражающим драконом, оно сыграло свою роль и впервые путать начали при Петре Первом. Петр Первый, по-моему, в 1708 году, если не ошибаюсь, Первым написал, что на гербе Георгий Победоносец. Для него уже психологический миф был неактуален, в 18 веке он деактуализировался и постепенно он начал превращаться в Георгия все больше, все чаще. Неудивительно, что в 90-е годы, когда это возродили как герб Москвы, сразу стали писать, вы видите на более-менее серьезных ресурсах, в том числе на Википедии, подробную генеалогию, что это был ездец, что это был правитель, потом его начали путать с Георгием, потом он стал избрасывать Георгий и так далее. Но вот в 90-е, в 2000-е за чистую монету всегда говорили, что это Георгий, древний образ русских царей. Нет, на самом деле древний образ русских царей это не Георгий. Георгий там возник позже и именно по визуальному подобию. Спасибо. Ну и я, наверное, выражу мнение большинства, сказав, что лекция была очень интересная и хотелось бы очень послушать то, что вы так вот промотали касательно иконографии апокалипсиса. Может быть, есть какая-то возможность. Смотрите, я вам вот как бы за счет лекции сейчас не могу прямо сказать, потому что у меня очень загруженный прошлый год и такой же очевидно будет следующий в проектах я тону с головой и поэтому свою публичную лекторскую активность резко снизил. Сегодня один из редчайших случаев моего выступления. Думаю, что следующий может быть через полгода. Но зато я довольно активно публикую всякие книжки и вот как бы предвидя так я могу точнее я не могу ничего перелистать. А вот если мы немножечко все-таки справимся и перелистнем, я могу показать книжки, которые вышли в последние годы и в которых много из того, что я рассказывал, описано подробно. Ну ладно, раз ничего не листается, я могу просто сказать, что, во-первых, вышла в прошлом году у меня книжка, которая называется «Нимп и крест. Как читать русские иконы». В издательстве АСТ. И вот там отдельные сюжеты, которые я рассказывал, визуальные, подробнейшим образом прописанные, с множеством изображений. Можно вот этой книжкой, воспользовавшись, об этом всем прочитать. Вот. Ну да. И что еще? В ближайшие месяцы, буквально два месяца, выйдет в издательстве слово книжка, которая называется «Русское средневекое. Мир идей». Я написал ее с двумя коллегами, с авторами. Там очень много из того, что я описывал сегодня. Опять же, будет прописано довольно подробно, наглядно, с иллюстрациями и прочее. Вот. А насчет лекций. Ну, кстати, в интернете, если вы поищите, там есть какие-то записи мои старые, в том числе одна запись про эсхатологию. Насчет изображений старшему сюда не уверен, что там висит. Ну, вот так. Спасибо. Рад, если понравилось. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...